Газеты утверждают, что я приехал сюда, чтобы поговорить с пятью тысячами нацистов. А завтра они расскажут именно об этом, что я говорил с тремя или пяти тысячами нацистов. И смотря на вас сейчас, я вижу противоположность нацистам. Я вижу людей, которые любят демократию. Люди, которые хотят честное правительство. Люди, которым нужны лидеры, которые не будут им врать. Мы не хотим иметь руководство, которое бы без разбора устанавливало какие-либо правила, добились нашего смирения и преклонения перед ними. Нам нужно руководство, которое не имеет никакого отношения к фармацевтической промышленности, которое работает на нас, а не на фармацевтическое лобби. Нам нужны политики, которые заботятся о здоровье наших детей, а не о прибыли фармацевтического лобби и собственной прибыли. Когда я смотрю на вас, я вижу флаги из всех стран Европы. Я вижу представителей всех наций, всех религий и людей всех цветов кожи. Я вижу людей, которые заботятся о человечестве. Эти люди здесь ради здоровья своих детей, ради свободы и демократии. Это противоположность нацистам. Правительства любят пандемии. Они любят их по тем же причинам, что и войны. Потому что это позволяет им устанавливать механизм управления, который в противоположном случае мы бы никогда не приняли. Это структуры и механизмы, которые требуют нашего подчинения. И теперь мы знаем, что такие люди, как Билл Гейтс и Энтони Фаучи, планировали эту пандемию на протяжении десятилетий и сейчас применили ее на нас. Говорили, что мы будем все в безопасности, когда наступит пандемия. А теперь, когда пандемия уже наступила, похоже, что они даже не знают, о чем говорят. И теперь мы знаем, что они даже не могут объяснить, что это за пандемия такая. Они просто все выдумывают. Они выдумывают числа. Они даже не могут сказать, какова смертность от ковида. И они даже не могут дать нам тест ПЦР, который работает. Им приходится постоянно менять определение коэффициента смертности ковида, чтобы он выглядел гораздо хуже. Единственное, в чем они хороши, так это в распространении страха. Они придумывают цифры о пандемии, чтобы мы испугались. Они придумывают эти цифры, которые мы читаем в газетах и смотрим по телевизору. И когда мы видим эти цифры, мы просто боимся. 25 лет назад, Hermann Gehring testified at the Nuremberg trials. И он спросил, как вы сделали, что они делали, что они делали вместе с этим. И он сказал, что это просто. Это не имеет никакого отношения с нациизмом. Это имеет отношения с человеческой. В конце войны в США, во время Нюрнбергского трибунала, у Германа Геринга спросили, как вам все это сошло с рук. Герман Геринга сказал, что это не имеет никакого отношения к нацизму. Это можно сделать в социализме, в коммунизме, в монархиях и в демократиях. Это человеческая природа. Мы просто должны заставить людей бояться. А потом они идут за нами. Единственное, что правительство должно сделать, чтобы сделать из людей рабов, это создать страх. И если ты сможешь узнать, чего они боятся, ты сможешь сделать с ними все, что захочешь. 50 лет назад мой дядя Джон Кеннеди приехал сюда, в Берлин. Он приехал в Берлин, чтобы Берлин был фронтом против тоталитаризма. И сегодня то же самое. Берлин – это фронт против глобального тоталитаризма. И мой дядя с гордостью сказал, я берлинец. И сегодня мы все можем с гордостью сказать, я берлинец. И вы снова фронт против тоталитаризма. И я хочу сказать еще кое-что. Они не очень хорошо поработали над защитой здоровья населения. Но они использовали карантин для установки 5G в наших городах. И они положили начало новой цифровой валюте. И это – начало рабства. И когда они контролируют ваш банковский счет, они контролируют ваше поведение. И мы все видим эту рекламу на ТВ, где говорят, что 5G уже появляется в вашем районе. Это будет очень полезно для всех. Это изменит вашу жизнь. Это сделает вашу жизнь намного лучше. И они хотят, чтобы мы просто так приняли эту технологию 5G. И только потому, что я могу скачать видеоигру за 6 секунд вместо 16. И они тратят 5 триллионов долларов на технологию 5G. Но на самом деле все дело в слежке, в сборе данных для Билла Гейтса, Марка Цукерберга и Джеффа Бессона. И всех остальных миллиардеров. И Билл Гейтс говорит, что он при помощи своих спутников может наблюдать за каждым квадратным дюймом этой планеты 24 часа в сутки. Это только начало. Они смогут шпионить за вами через все умные устройства с биометрическим распознаванием лиц и GPS. Ты думаешь, что Олекса работает на тебя? Она не работает на тебя. Она работает на Билла Гейтса, шпионе за вами. Это пандемия выгодна элите. Так что они могут диктовать нам все, что захотят. И это дает им возможность разрушить средний класс, разрушить основы демократии и передать все богатство в руки нескольких миллиардеров. Сделать себя богаче, объединяя всех остальных. Единственное, что стоит между ними и нашими детьми, это люди, которые пришли сегодня сюда в Берлине. И мы говорим вам, мы кричим вам, вы не получите нашу свободу и не получите наших детей. И мы спасаем нашу демократию. Спасибо вам всем за то, что вы сражаетесь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok